Дорогие люди, всем огромнейший привет! Я хочу сегодня с вами поговорить на тему интересов ваших детей. Что вы вообще знаете о своём ребёнке? Что он из себя представляет? Какие у него увлечения? Какой он? Какие у него черты характера преобладают? И как вы можете ему помочь? Потому что я вам всегда говорю, и я хочу, чтобы эта мысль, она такой красной нитью прошла через всё это видео. Основная задача родителя в раннем возрасте, когда ребёнок ещё совсем малыш, он начинает расти, и вот основная ваша задача не слепить что-то из ребёнка, а познакомить ребёнка с ним самим. Но для этого вам нужно самой, самому познакомиться со своим ребёнком, понять, кто он, что он, какие у него есть черты характера, чем его наградила природа, генетика и так далее. Не пытаться из него что-то выстроить, потому что это какое-то социально одобряемое качество, например, а понять, а кто он вообще и почему он такой, чем это обусловлено. Особенно это касается, например, малышей в какой степени? Когда папа, например, говорит, мой ребёнок какой-то трусливый, надо его отдать на единоборство, чтобы его научили за себя стоять, чтобы он стал более решительным. И очень часто родители не видят корень причин, какая причина в том, что ребёнок нерешительный. Большинство вот таких детей нерешительных, трусливых, как многие говорят, заключается в том, что ребёнок плохо владеет своим телом. Это может быть какие-то проявления сенсорной дезинтеграции, это может быть нарушение вестибулярной системе, потому что если ребёнок не знает, как его тело отреагирует в следующий момент, какие он получит ощущения, например, вот взрослый человек или ребёнок с нормальной сенсорной интеграцией, без нарушения вестибулярной системы, когда он видит перед собой лестницу, или горку, или велосипед, он знает, какие ощущения он сейчас получит, какие ощущения сейчас получит моё тело, моя вестибулярная система, мой мозжечок и прочее, прочее. Его мозг уже понимает, что сейчас будет. Ребёнок, если у него есть сенсорные нарушения, и ему нужно забраться на лестницу, быстро пробежать, поиграть в контактную какую-то игру, в какие-то групповые игры, командные игры, он не знает, как его тело отреагирует в следующий момент, потому что у него есть дезинтеграция, потому что у него есть нарушения в передаче каких-то процессов, болевых или не болевых, каких-то проприоцептивных ощущений. Ребёнок не знает, как его тело отреагирует, он не понимает, как он может своим телом управлять, и отсюда его нерешительность. И такому ребёнку нужна сенсорная интеграция, такому ребёнку нужно помогать другим образом, а не пытаться его переделать, пытаться из него что-то вылепить, того, кем он не является. Когда мы говорим про детей с низкой социальной активностью, потому что есть дети, скажем так, интроверты, есть дети-экстраверты, есть дети, которым нужно много общения, есть дети, которые любят посидеть сами в тишине и послушать то, что им говорит их собственная психика, их собственный мозг. И мы должны наблюдать за своими детьми и понимать, а с каким ребёнком мы имеем дело, как он принимает решения, быстро или медленно, решительный он или нерешительный, он любит какие-то общественные места или он их боится, он любит громкую музыку или не любит, какие ощущения ему нравятся, есть дети, которым нравится, когда их подбрасывают, есть дети, которые плачут, есть дети, которые предстают ко всем прохожим или готовы играть с кем угодно, есть дети, которые видят чужого человека и прячутся за маму. И поэтому очень важно понаблюдать за своим ребёнком и понять, а какой он, и пытаться разобраться в причинах, почему он реагирует таким образом, а не иначе. Почему вы хотите, чтобы ребёнок ваш реагировал иначе? Это нарушение какое-то? Или это свойство ребёнка? Потому что вот он такой, мы все с вами разные. И поэтому вы должны познакомиться со своим ребёнком. И вы должны познакомить ребёнка с ним самим, не ждать от него, что он будет соответствовать каким-то социальным нормам, каким-то, даже не то чтобы нормам, не ждать от ребёнка, что он всегда будет социально одобряемый, что у него будет всегда такое поведение, такие достижения и прочее, прочее. Присмотритесь, понаблюдайте. И в этом же ключе мы должны обязательно с вами обсудить интересы. Когда я работала с школьным психологом, основная проблема, с которой обращались родители, это была такая тема. Мой ребёнок ничем не интересуется, ему ничего не нужно, у него нет никаких увлечений. И когда мы начинаем потом конкретно с каждым ребёнком работать, выясняется, что у ребёнка увлечений очень и очень много. Просто почему-то в силу своих причин, у каждого они свои, родители не считают эти увлечения настоящими. Ведь когда у ребёнка появляется увлечение, какой-то интерес, это маленькое зёрнышко, малюсенькое. И от вас зависит, вырастет это зёрнышко во что-то, или не вырастет, или оно так останется, там изгниёт в земле. Это зависит в очень большой степени от вас. Будете ли вы это зёрнышко поливать и взращивать. И здесь опять же нужно обязательно сказать, что не каждое зёрнышко, которое появилось у ребёнка, оно не каждое перерастёт во что-то. Но если вы будете все их игнорировать и ждать, когда что-то вырастет само, то мы и придём к подростковому возрасту с тем, что оказывается, а у моего ребёнка нет интересов. Почему? Потому что вы их погубили все на корню. Конечно же, есть дети-исключения, которые вопреки, это такие дети-выживальщики, которые вопреки, как бы к ним ни относилась садиковская школьная система, как бы их ни игнорировали родители, они находят и цепляются вот за эти свои зёрнышки увлечений и проносят их в свою более взрослую жизнь. Такие дети тоже есть, но, к сожалению, это большая-большая редкость. Так вот, что касается интересов ребёнка. Когда вам ребёнок задаёт какой-то вопрос, ну, в проброс, он причём может задать этот вопрос и уже через 10 минут об этом забыть и не вспомнить. Но если вы родитель, который хочет, чтобы ребёнок был увлечённым, который хочет, чтобы ребёнок был любознательным, любопытным, да, любопытствующим таким, то вы берёте этот вопрос. Например, ребёнок вас что-то спросил про еду, про планеты и так далее. Вы можете эту тему дальше развить. Не знаете ответа этому вопросу? Вы говорите, давайте посмотрим, давай посмотрим вместе в энциклопедии, на видео, загуглим, где-то ещё. Поинтересуемся. Увидели, что ваш ребёнок заинтересовался, ну, вот у меня, например, было, да, заинтересовался ребёнок космосом. Дальше вы уже в меру своих, как бы, возможностей, вы можете этот интерес развивать по-разному. Сводить в планетарий, принести какие-то книги, взять библиотеки, купить всё, что касается космоса. И стараться этот интерес поддержать, стараться этот интерес взрастить. Опять же, повторюсь, не каждый интерес вам удастся взрастить, потому что на самом деле ребёнок не может интересоваться вообще всем. Но он вас спросил, или вы где-то что-то услышали, попытайтесь развить этот интерес. У меня, например, я делаю так с каждым интересом моего ребёнка. У нас, например, не зашла тема с динозаврами. То есть она как-то промелькнула, вот на какой-то миг стало интересно. Я старалась, старалась это поддерживать в какой-то музей, на какую-то площадку, посмотреть какой-то фильм. Лего у нас было с динозаврами, книги какие-то с динозаврами, пазл купила с динозаврами. Не зашло. Потеряла интерес очень быстро. И что, я должна сказать, что моему ребёнку ничего не интересно? Нет, я зацеплюсь за следующий вопрос, я зацеплюсь за следующие интересы и буду пытаться их развивать. И тут вы мне можете сказать, ну, конечно, Юля, у тебя же времени много, ты же не ходишь на работу с 9 до 6. Девочки, это не зависит от времени. Вы можете быть чуткой, хотя бы 2 часа в день, либо вы можете пропускать всю мимую шею в эти 2 часа в день, или 24 часа в сутки. Я знаю огромное количество мам, которые находятся со своими детьми, гораздо больше по времени, чем я, но при этом они не видят и не знают про увлечение своих детей. Что я в этом году придумала для своего ребёнка? Я очень жалею, что я не стала делать этого, девчонки, раньше. Но я вместе с вами, я так же, как и вы, я учусь. Несмотря на то, что у меня огромное количество психологической, психологопедагогической практики, несмотря на то, что у меня есть в этой сфере образование и компетентность, я всё равно учусь быть мамой, потому что материнство, оно со мной впервые, это мой первый ребёнок, и пока единственный. И я прохожу тоже эти шаги. И я прям безумно рада за девчонок, которые возьмут вот этот мой лайфхак, вот эту мою задумку и начнут использовать её, исполнять раньше, потому что я вот это буду делать уже, когда моему ребёнку исполняется 7 лет скоро на днях. Что я решила сделать? Я создала для ребёнка анкету. Я вам анкету, которую я для своего ребёнка сделала, скину в Телеграм. Пожалуйста, пользуйтесь, но вы её отредактируйте под себя. Потому что когда вашему ребёнку три годика, например, там могут быть совершенно другие вопросы. И это очень классно. Я вам сейчас поподробнее расскажу, зачитаю несколько вопросов. И мне кажется, это очень круто. Потому что у нас в детстве, помните, были такие анкеты. Мы их носили с собой в школу, нам их заполняли, одноклассники, детки из параллельных классов и так далее. И что получалось? Во-первых, мы друг о друге что-то узнавали. Во-вторых, это так работает наш мозг. Когда мне нужно ответить на какой-то вопрос, я начинаю этот ответ искать внутри себя. Когда меня спрашивают, какая моя любимая игрушка, вы же можете немножечко этот вопрос расширить, и сказать, вот если бы нам предстояло куда-то уезжать, далеко-далеко, надолго-надолго, и мы бы тебе скажем, что ты можешь взять с собой только одну игрушку, какую бы ты игрушку взял. Ребенок вам сказал, если ребенок еще сам не пишет, естественно, когда он маленький, сказал, вы записали. И отвечать на такие вопросы раз в год. Например, сделать это как традицию в день рождения ребенка, или сделать это как традицию в Новый год. И собирать вот эти анкетки на протяжении детства ребенка. Это можно делать со школьниками. У меня уже в голове крутятся вопросы, которые я буду добавлять из года в год. Я такие же анкеты предложу сделать своей сестре, у которой дети уже подростки. Там могут быть совершенно иные вопросы. А какие качества ты ценишь в людях? А что тебя в людях раздражает? И так далее. И когда ты отвечаешь на эти вопросы, ты начинаешь понимать что-то про себя. И самое классное, так как ты отвечаешь на эти вопросы, если у вас нормальные детско-родительские отношения, ты отвечаешь эти вопросы в анкете для своего родителя, ты до него будешь что-то доносить. И родитель будет это понимать про тебя. И еще, мне кажется, очень классно, когда ребенку исполняется 25 лет, 30 лет, у него уже есть своя семья, и вы вот эти вот анкетки ему отдаете. А вот смотри, сынок, вот этим ты увлекался в 5 лет, вот этим ты увлекалась в 10 лет, вот так ты рассуждал в 15 лет и так далее. Мне кажется, это настолько классные, теплые моменты, когда вы, как родитель, можете это для своего ребенка сохранить и отдать. В следующем видео я хочу поговорить с вами на тему, как сохранить воспоминания своих детей. Я вам расскажу, что я для этого делаю, вы поделитесь какими-то своими идеями, и мы эту тему тоже обсудим. Но здесь вот что касается познакомиться со своим ребенком, а что он из себя представляет, а какие у него сейчас интересы. И самое главное, если у вашего ребенка вроде бы нет никаких интересов, когда тебе задают такие вопросы, какая твоя любимая книга, ты волей-неволей готовишься к тому, что тебе нужно будет что-то назвать, и ты эти интересы сам начинаешь в себе взращивать. Вот что у меня будет в этом году, какие вопросы. У меня здесь вот такие два листка, четыре двусторонние. Сначала банальные такие. Любимый цвет, любимый напиток, любимая еда. И тут у меня еще даже там любимая сладость, потому что, ну как бы мы разделяем, да, там сладость, десерт, еда. Любимый мультфильм, любимый блогер. У меня ребенок уже смотрит блогеров детских. Твое хобби, да, вот здесь если у ребенка нет хобби, или вы считаете, что у него нет хобби, а ребенок вам напишет, люблю рисовать, отлично, да, вот оказывается у ребенка есть хобби, и вы потом ему на какой-нибудь праздник там, сынок, ты сказал, что ты любишь рисовать, поэтому я тебе решила вот это вот сделать, или отвезти тебя записать в художественную школу. Дальше у меня вопросы. Что ты не любишь делать больше всего? Да, что ты не любишь делать? Что ты очень любишь делать? О чем ты мечтаешь? Твой любимый герой, твоя любимая игрушка, твоя любимая настольная игра, любимая онлайн игра, любимая книга. У меня здесь еще добавлен любимый урок в школе, так как мой сын пошел в первый класс. Любимая песня, любимый спорт. Дальше вот эти вопросы, которые я специально включила для своего ребенка. Самое лучшее место в твоем городе. Мне кажется, это очень классный вопрос, потому что ребенок начинает думать и вспоминать, а куда он любит больше всего ходить, например. Мне очень интересно, что мне ребенок ответит на этот вопрос. Назовет какой-то парк развлечений, или кафе, или место, в которое мы ездим. Может быть, он назовет нашу квартиру, или нашу дачу. Ну, посмотрим, очень интересно. Самое красивое место на Земле. Возможно, вы путешествуете, бываете в других странах, или ездите по разным городам, или где-то в своем городе, где-то в вашем районе. Есть самое красивое место, самое лучшее место на Земле. Дальше. У меня такой вопрос, три вопроса, которые касаются именно эмоционального интеллекта. Что тебя радует? Да, вот какие вещи тебя радуют? Что ты любишь? Что тебя расстраивает? Что тебя злит? На что ты злишься? Дальше. Чему ты научился за этот год? И вот я хочу, чтобы вы с ребенком вспоминали, чему он научился за этот год, вот в период с 6 до 7 лет. Далее. Следующий вопрос у меня. Чему ты хочешь научиться в следующем году? Это тоже, да, такая мотивация, цели ребенок ставит. И дальше у меня вот такие три большие графы, где мы будем много заполнять. Ну и тут дата заполнения стоит. Если бы ты сейчас выбирал профессию, то какую бы ты выбрал и почему? И вот каждый год вы будете спрашивать и будете понимать, а почему? Что бы ты делал, если бы у тебя была волшебная палочка? Тоже очень классная. И последний вопрос у меня звучит таким образом. В чем твоя суперсила? Напиши свои три суперспособности, минимум три. То есть, а в чем твоя суперсила? А в чем ты считаешь, что ты силен? И это очень классно работает еще на самооценку ребенка, потому что мы будем выискивать вот эти суперсилы. Тут он мне пишет и пишет. Ушел в гости, сидит мне и пишет смс. Так вот, девчонки, берите на вооружение, предлагайте свои какие-то вопросы в комментариях. А что вы считаете, можно было бы добавить в эту анкету? Потому что я ее только недавно сделала. У меня еще есть время для того, чтобы что-то добавить, что-то изменить. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, взращиваете ли вы интересы своего ребенка, какие вы используете для этого инструменты и какие бы вопросы вы спросили. Здесь очень классно еще, знаете, обращаться к себе. А что бы я хотела? Мы все любим говорить о себе. А что бы я хотела, чтобы мои родители обо мне знали? Да, вот что бы я хотела? Что бы я хотела оставить после себя? Какую информацию о себе я бы хотела поделиться? Вот, поэтому, девчонки, жду очень сильно ваших сердечек. Пожалуйста, поддержите меня своими лайками, комментариями. И мы с вами увидимся в следующем видео. А пример своей анкеты я вам скину в телеграм-канал. Обязательно добавляйтесь туда.